Стальное горло И так я остался один. Вокруг меня ноябрьская тьма с вертящимся снегом. Дом завалило, в трубах завыло. Все 24 года моей жизни я прожил в громадном городе и думал, что в юго воет только в романах. Оказалось, она воет на самом деле. Вечера здесь необыкновенно длинны, лампа под синим абажуром отражалась в черном окне. Я мечтал, глядя на пятно, светящееся на левой руке от меня. Мечтал об уездном городе. Он находился в сорока верстах от меня. Мне очень хотелось убежать с моего пункта туда. Там было электричество, 4 врача, с ними можно было посоветоваться. Во всяком случае, не так страшно. Но убежать не было никакой возможности. До временами я и сам понимал, что это малодушие. Ведь именно для этого я учился на медицинском факультете. Но если привезут женщину, и у нее неправильные роды, или, предположим, больного, а у него ущемленная грыжа, что я буду делать? Посоветуйте, будьте добры. 48 дней тому назад я окончил факультет с отличием. Но отличие само по себе, а грыжа сама по себе. Один раз я видел, как профессор делал операцию, ущемленные грыжи. Он делал, а я сидел в амфитеатре. И только. Холодный пот неоднократно стекал у меня вдоль позвоночного столба при мысли о грыже. Каждый вечер я сидел в одной и той же позе, напившись чаю. Под левой рукой у меня лежали все руководства по оперативному акушерству. Сверху маленький эндодерляин. А справа десять различных томов по оперативной хирургии с рисунками. Я кряхтел, курил, пил черный холодный чай. И вот я заснул. Отлично помню эту ночь, 29 ноября. Я проснулся от грохота в двери. Минут пять спустя я, надевая брюки, не сводил молящих глаз с божественных книг оперативной хирургии. Я слышал скрип полозьев во дворе. Уши мои стали необычайно чуткими. Вышло, пожалуй, еще страшнее, чем грыжа, чем поперечное положение младенца. Привезли ко мне в Никольский пункт больницу в одиннадцать часов ночи девочку. Сиделка глухо сказала, «Слабая девочка помирает. Пожалуйте, доктор, в больницу». Помню, я пересек двор, шел на керосиновый фонарь у подъезда больницы. Как зачарованный смотрел, как он мигает. Приемная уже была освещена, и весь состав моих помощников ждал меня уже одетый и в халатах. Это были фельдшер Демьян Лукич, молодой еще, но очень способный человек, и две опытных акушерки, Анна Николаевна и Пелагея Ивановна. Я же был всего лишь двадцатичетырехлетним врачом, два месяца назад выпущенным и назначенным заведовать Никольской больницей. Фельдшер распахнул торжественно дверь, и появилась мать. Она как бы влетела, скользя в валенках, и снег еще не стаял у нее на платке. В руках у нее был сверток, и он мерно шипел, свистел, лицо у матери было искажено. Она беззвучно плакала, когда она сбросила свой толп и платок и распутала сверток, я увидел девочку лет трех. Я посмотрел на нее и забыл на время оперативную хирургию. Одиночество, мой негодный университетский груз. Забыл все решительно из-за красоты девочки. С чем бы ее сравнить? Только на конфетных коробках рисуют таких детей. Волосы сами от природы вьются в крупные кольца почти спелой ржи. Глаза синие, громаднейшие, щеки кукольные. Ангелов так рисовали. Но только странная муть гнездилась над ней ее глаз, и я понял, что это страх. Ей нечем было дышать. Она умрет через час, подумал я совершенно уверенно. И сердце мое болезненно сжалось. Ямки втягивались в горле у девочки. При каждом дыхании жилы надувались, а лицо отливало из розоватого в легонький лиловатый цвет. Эту расцветку я сразу понял и оценил. Я тут же сообразил, в чем дело. И первый мой диагноз поставил совершенно правильно. И главное, одновременно с акушерками. Они-то были опытны. У девочки дифтерийный круп. Горло уже забито пленками и скоро закроется наглухо. «Сколько дней, девочка, больна?» спросил я среди насторожившегося молчания моего персонала. «Пятый день, пятый», — сказала мать и с сухими глазами глубоко посмотрела на меня. «Дифтерийный круп сквозь зубы», — сказал я фельдшеру. А матери сказал, «Ты о чем же думала?» «О чем думала?» И в это время раздался сзади меня плаксивый голос. «Пятый, батюшка, пятый». Я обернулся и увидел бесшумную круглолицую бабку в платке. «Хорошо было бы, если бабок этих вообще на свете не было», — подумал я в тоскливом предчувствии опасности и сказал, «Ты, бабка, замолчи, мешаешь?» «Матерь же», — повторил, «О чем ты думала?» «Пять дней, а?» Мать вдруг автоматически движением передала девочку бабке и встала передо мной на колени. «Дай ей капель», — сказала она, и стукнулась лбом в пол. «Удавлюсь ей, если она помрет». «Встань сию же минуточку», — ответил я, «а то я с тобой разговаривать не стану». Мать быстро встала, прошелестев широкой юбкой, приняла девчонку у бабки и стала качать. Бабка начала молиться на косяк, а девочка все дышала со змеиным свистом. Фельдшер сказал, «Так они и все делают». «Народ!» Усы у него при этом скривились на бок. «Что ж, значит, помрет она, глядя на меня?» «Как мне показалось, с черной яростью», — спросила мать. «Помрет», — негромко и твердо сказал я. «Бабка тотчас завернула подол и стала им вытирать глаза. Мать же крикнула мне нехорошим голосом, «Дай ей, помоги! Капель дай!» Я ясно видел, что меня ждет, и был тверд. «Каких же я капель дам? Посоветуй!» Девочка задыхается, горло ей уже забило. «Ты пять дней морила девчонку в пятнадцати верстах от меня, а теперь что прикажешь делать?» «Тебе лучше знать, батюшка», — заныла у меня на левом плече бабка искусственным голосом, и я ее сразу возненавидел. «Замолчи», — сказал ей. И, обратившись к фельдшеру, приказал взять девочку. Мать подала акушерке девочку, которая стала биться и хотела, видимо, кричать, но у нее не выходил уже голос. Мать хотела ее защитить, но мы ее отстранили, и мне удалось заглянуть при свете лампы молнии девочки в горло. Я никогда до тех пор не видел дифтерита, кроме легких и быстро забывшихся случаев. В горле было что-то клокочущее, белое, рваное. Девочка вдруг выдохнула и плюнула мне в лицо, но я почему-то не испугался за глаза, занятые своей мыслью. Вот что сказал я, удивляясь собственному спокойствию. Дело такое, поздно девочка умирает, и ничто ей не поможет, кроме одного — операции. И сам ужаснулся, зачем сказал, но не сказать не мог. А есть ли они согласятся, — мелькнула у меня мысль. «Как это?» — спросила мать. «Нужно будет горло разрезать пониже и серебряную трубку вставить, дать девочке возможность дышать. Тогда, может быть, спасем ее», — объяснил я. Мать посмотрела на меня, как на безумного, и девочка от меня заслонила руками, а бабка снова забубнила. «Что ты?» «Не давай резать!» «Что ты?» «Горло-то!» «Уйди, бабка!» — с ненавистью сказал я ей. «Камфору впрысните!» — приказал я фельдшеру. Мать не давала девочку, когда увидела шприц, но мы ей объяснили, что это не страшно. «Может, это ей поможет?» — спросила мать. «Нисколько не поможет». Тогда мать зарыдала. «Перестань», — промолвил я. Вынул часы и добавил. «Пять минут даю думать. Если не согласитесь, после пяти минут сам уже не возьмусь делать». «Не согласна!» — резко сказала мать. «Нет нашего согласия!» — добавила бабка. «Ну, как хотите!» Глухо добавил я и подумал. «Ну вот и все, мне легче!» Сказал, предложил. Вон у акушерок изумленные глаза. Они отказались. Я спасен. И только что подумал, как другой кто-то за меня чужим голосом вымолвил. «Что вы! С ума сошли!» «Как это так?» «Не согласны!» «Губите девочку!» «Соглашайтесь!» «Как вам не жаль!» «Нет!» — снова крикнула мать. Внутри себя я думал так, что я делаю. Ведь я же зарежу девочку. А говорил иное. «Ну, скорее, скорее соглашайтесь!» «Соглашайтесь!» «Ведь у нее уже ногти синеют!» «Нет!» «Нет!» «Ну что же!» «Уведите их в палату!» «Пусть там сидят!» «Угу!» «Их увели через полутемный коридор!» Я слышал плачь женщины, свист девочки. Фельдшер тотчас же вернулся и сказал. «Соглашаются!» Внутри у меня все окаменело, но выговорил я ясно. «Стерилизуйте немедленно нож, ножницы, крючки, зонт!» Через минуту я перебежал в двор, где, как бес, летала шаркова метель. Прибежал к себе и, считая минуты, ухватился за книгу. Перелистал я, нашел рисунок, изображающий трахеотомию. На нем все было ясно и просто. Горло раскрыто, нож вонзен в дыхательное горло. Я стал читать текст, но ничего не понимал. Слова как-то прыгали в глазах. Я никогда не видел, как делают трахеотомию. «Эй, теперь уже поздно», — подумал я. Взглянул с тоской на синий цвет, на яркий рисунок, почувствовал, что свалилось на меня трудное, страшное дело, и вернулся, незаметив в юге, в больницу. Приемная тень с круглыми юбками прилипла ко мне, и голос заныл. «Батюшка, как же так горло девчонке резать? Разве же это мыслимо? Она, глупая баба, согласилась, а моего согласия нету. Нету каплями согласно лечить, а горло резать не дам». «Бабку эту вон!» — закричал я и в запальчивости добавил. «Ты сама, глупая баба, сама, а ты именно умная, и вообще никто тебя не спрашивает. Вон ее!» Акушерка цепко обняла бабку и вытолкнула ее из палаты. «Готово», — вдруг сказал фельдшер. «Мы вошли в малую операционную, и я, как сквозь завесы, увидал блестящие инструменты, ослепительную лампу, клеенку. В последний раз я вышел к матери из рук, которые девочкой еле вырвали. Я услыхал лишь хриплый голос, который говорил, «Мужа нет, он в городу придет, узнает, что и на делу убьет меня». «Убьет!» — повторила бабка, глядя на меня в ужасе. «В операционную их не пускать», — приказал я. «Мы остались одни в операционной. Персонал я и Литка, девочка. Она голенькая сидела на столе и беззвучно плакала. Ее повалили на стол, прижали, горло ее вымыли, смазали йодом, и я взял нож. При этом подумал, что я делаю. Было очень тихо в операционной. Я взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу. Не выступило ни одной капли крови. Я второй раз провел ножом по белой полоске, которая выступила меж раздавшейся кожей. Опять не кровинки. Медленно стараясь вспомнить какие-то рисунки в аттосах, я стал при помощи тупого зонда разделять тоненькие ткани. И тогда внизу раны, откуда-то хлынула темная кровь и мгновенно залила всю рану и потекла по шее. Фельдшер тампонами стал вытирать ее, но она не унималась. Вспоминая все, что я видел в университете, я пинцетами стал зажимать края раны, но ничего не выходило. Мне стало холодно, и лоб мой намок. Я остро пожалел, зачем пошел на медицинский факультет, зачем попал в эту глушь. В злобном отчаянии я сунул пинцет на обум, куда-то близ раны, защелкнул его, и кровь тотчас же перестала течь. Рану мы отсосали комками марли, она предстала передо мной чистой и абсолютно непонятной. Никакого дыхательного горла нигде не было. Ни на какой рисунок не походила моя рана. Еще прошло минуты две-три, во время которых я совершенно механически и бестолково ковырял в ране то ножом, то зондом, ища дыхательное горло, и к концу второй минуты я отчаялся его найти. Конец, подумал я, зачем я это сделал? Ведь мог же я не предлагать операцию. И Литка спокойно умерла бы у меня в палате, а теперь она умрет с разорванным горлом, и никогда ничем я не докажу, что она все равно умерла бы, что я не мог повредить ей. Акушерка молча вытерла мой лоб. Положить нож, сказать, не знаю, что дальше делать, так подумал я, и мне представились глаза матери. Я снова поднял нож и бессмысленно, глубоко и резко полоснул Литку. Ткани разъехались, и неожиданно передо мной оказалось дыхательное горло. Крючки сипло бросил я. Фельчер подал их. Я вонзил один крючок с одной стороны, другой с другой, и один из них передал Фельчеру. Теперь я видел только одно — сероватое колечко горла. Острый нож я вколол в горло и обмер. Горло поднялось из раны. Фельчер, как мелькнуло у меня в голове, сошел с ума. Он стал вдруг выдирать его вон. Ахнули за спиной у меня обе акушерки. Я поднял глаза и понял, в чем дело. Фельчер, оказывается, стал падать в обморок от духоты и, не выпуская крючки, рвал дыхательное горло. Все против меня, судьба, — подумал я. Теперь уже, несомненно, зарезали мы литку. И мысленно строго добавил, только дойду домой и застрелюсь. Тут старшая акушерка, видимо, очень опытная. Как-то хищно рванулась к Фельчеру и перехватила у него крючок, причем сказала, стиснув зубы, — Продолжайте, доктор. Фельчер со стуком упал, ударился, но мы не глядели на него. Я вколол нож в горло, затем серебряную трубку вложил в него. Она ловко вскользнула, но литка оставалась недвижимой. Воздух не вошел к ней в горло, как это нужно было. Я глубоко вздохнул и остановился. Больше делать мне было нечего. Мне хотелось у кого-то попросить прощения, покаяться в своем легкомыслии, в том, что я поступил на медицинский факультет. Стояло молчание. Я видел, как литка синела. Я хотел уже все бросить и заплакать, как вдруг литка дико содрогнулась, фонтаном выкинула дрянные сгустки сквозь трубку, и воздух со свистом вошел к ней в горло. Потом девочка задышала и стала реветь. Фельдшер в это мгновение привстал, бледный и потный, тупо и в ужасе поглядел на горло и стал помогать мне его зашивать. Сквозь сон и пелену пота, застилавшие мне глаза, я видел счастливые лица акушерок, и одна из них мне сказала, «Ну и блестяще же вы сделали, доктор, операцию!» Я подумал, что она смеется надо мной, и мрачно из-под лоби глянул на нее. Потом распахнулись двери, повеялась свежестью, литку вынесли в простыне, и сразу же в дверях показалась мать. Глаза у нее были, как у дикого зверя. Она спросила у меня, «Что?» Когда я услышал звук ее голоса, пот потек у меня по спине, я только тогда сообразил, что было бы, если бы литка умерла на столе. Но голосом очень спокойным я ей ответил, «Будь поспокойнее, жива!» Будет, надеюсь, жива. Только пока трубку не вынем, ни слова не будем говорить. Так не бойтесь. И тут бабка выросла из-под земли и перекрестилась на дверную ручку, на меня, на потолок. Но я уж не рассердился на нее. Повернулся, приказал литке впрыснуть камфору и по очереди держать возле нее. Затем ушел к себе через двор. Помню, синий свет горел у меня в кабинете. Лежал Додерляйн, валялись книги. Я подошел к дивану одетый, лег на него и сейчас же перестал видеть, что бы то ни было. Заснул и даже снов не видел. Прошел месяц, другой. Много я уже перевидал и было уже кое-что страшнее Липкиного горла. Я про него и забыл. Кругом был снег, прием увеличивался с каждым днем. И как-то в новом же году вошла ко мне в приемную женщина и ввела за ручку закутанную, как тумбочка, девчонку. Женщина сияла глазами. Я усмотрелся, узнал. А, Литка! Ну что? Да хорошо все. Литке распутали горло. Она дичилась и боялась, но все же мне удалось поднять ей подбородок и заглянуть. На розовой шее был вертикальный коричневый шрам и два тоненьких поперечных от швоб. Все в порядке, сказал я. Можете больше не приезжать. Благодарю вас, доктор. Спасибо, сказала мать. А Литке велела. Скажи дяденьке спасибо. Но Литка не желала мне ничего говорить. Больше я никогда в жизни ее не видел. Я стал забывать ее. А прием мой все возрастал. Вот настал день, когда я принял 110 человек. Мы начали в 9 часов утра и кончили в 8 часов вечера. Я, пошатываясь, снимал халат. Старшая кушерка-фельдшерица сказала мне за такой прием благодарите трексотомию. Вы знаете, что в деревнях говорят? Будто вы больной Литке вместо ее горла вставили стальное и зашили. Специально ездят в эту деревню глядеть на нее. Вот вам и слава, доктор. Поздравляю. Так и живет с остальным, осведомился я. Так и живет. Ну, а вы, доктор, молодец. И хладнокровно, как делаете, прелесть. Да. Я, знаете ли, никогда не волнуюсь. Сказал я неизвестно зачем, но почувствовал, что от усталости даже устыдиться не могу. Только глаза отвел в сторону. Попрощался и ушел к себе. Крупный снег шел, все застилало, фонарик горел. И дом мой был одинок, спокойный, важен. И я, когда шел, хотел одного. Спать. Поехали. Продолжение следует...